друзья всем большой большой привет сегодня готовим очень вкусные и ароматные булочки булочка соломбальская такая булочка готовится обязательно на сдобном дрожжевом тесте с добавлением сливочного масла и готовят ее обычно форме лепестков цветка или ромашки давайте готовить для начала забудем опару теплое молоко полстакана дрожжи я взяла сухие хотя можно взять прессованные свежие дрожжи ложечку сахара и добавляем 5-6 столовых ложек муки все перемешиваем тесто должно получиться как густая сметана накрываем и оставляем минут на 15-20 чтобы дрожжи заработали прошло 15 минут опара готова можно замешивать тесто добавляем все оставшиеся по рецепту яйцо соль я растопила сливочное масло и остудила сахар можно добавить ванилин по желанию и оставшиеся теплое молоко все перемешиваем добавляем просеянную муку муку можно заранее просеять и замешиваем тесто в конце замеса вливаем растительное масло и вымешиваем тесто с маслом тесто с маслом обмяло округляю его стеночки смазываю тоже растительным маслом миску накрываю пленкой и оставляю для расстойки чтобы тесто увеличилось у меня обычно уходит на это в пределах часа тесто подходила ровно час посмотрите как оно хорошо подошло я думаю вам будет видно стол стол слегка смазываю растительным маслом много растительного масла наливать не надо перекладываю тесто на стол слегка осадим тесто и сейчас нужно поделить на кусочки можно вот так как я выдавливать шарики это уже как вам более привычно можно разделить и пропустить через весы я раскидала шарики у меня получилось 15 шариков 110 115 граммов в среднем каждый шарик ну и теперь придадим форму булочки можно сделать это ножом а можно сделать формочкой или скребком например для теста и перекладываем на противень можно использовать формочку вот такую например также распределяю шарик вот в такой пласт нажимаю и готово вот такая форма перекладываю на противень застеленный пекарской бумагой теперь тесто должно расстояться можно накрыть пленкой или например полотенцем тесто расстоялось я смешиваю один желток и столовую ложку молока аккуратно чтобы не осадить тесто смазываю и посыпаю сахаром можно посыпать только серединку а можно всю булочку это уже как вам больше нравится духовку разогреваем заранее до 170 градусов и отправляем противни в духовку друзья булочки у меня были готовы через 30 минут но вы всегда регулируйте время приготовления по своей духовке перекладываю булочки на решетку и остужаю друзья булочки остыли давайте посмотрим какие они получаются в разломе мягкое сдобное тесто и вот такая красота получилась друзья булочка очень вкусная приготовьте и вы буду рада если вам понравится спасибо что были со мной смотрели видео здоровья вам и вашим близким до новых встреч